Всем привет, друзья и гости канала! Мы с вами спешим на поле номер 21. Дело в том, что там Иваныч культивирует поле, но поле еще не все собрано. Вот интересно, успеем или нет. Я немножко там повозился у себя во дворе. Есть такое подозрение, что он тут уже по неубранному урожаю. Нет, все в порядке. Все в порядке. По неубранному урожаю он еще не ездит. Окей, как вы помните, у нас в прошлой серии была большая, большой спрос. Большой спрос для ресторана и большая распродажа для нас. Мы с вами распродали практически весь тот ячмень, который у нас с вами был. Осталось там буквально 3 тонны каких-то. Ну и вот это вот поле, которое уже созрело. В принципе, большой этот спрос еще продолжается, но цена уже довольно-таки сильно упала. Если изначально она больше тысячи была, то сейчас 839. Это, конечно же, все равно больше, чем, скажем, на рынке. Да, вы видите, практически в два раза. Но я даже не знаю, не хотелось бы мне продавать. Цена-то упала. Упала уже больше, чем на 200 баксов. Так, заставим сейчас Петровича тут поработать. И кстати, давненько мы с вами уже, да, не работали ночью. Как раз самое время. Так, вот единственное, что плохо, это поле такое коротенькое. Я даже не успею тут толком проехаться возле комбайна, чтобы собрать весь урожай. Но чуть-чуть проедем. Пройдем, а потом дадим, пускай Петрович тут сам поработает. Бункер большой в комбайне. Я думаю, что как раз он к концу поля и заполнит его полностью. Так, а мы пока что с вами трактора оставим здесь. Вернее, прицеп, наверное, мы здесь с вами оставим. Так. Хотя я даже не знаю, как бы тут не получился фейл. Ну да ладно. Сейчас мы с вами смотаемся. Все равно нам нужно ехать на наш двор и там взять опрыскиватель или разбрасыватель удобрений. Мы сразу же с вами удобрим это поле. Опять же, если вы смотрели предыдущую серию, то знаете, что у нас появилась новая сейлка для посадки кукурузы. Плюс початка собиратель для нашего крутого комбайна. Теперь мы во всеоружии и будем с вами еще и кукурузу садить, убирать и получать на этом деньги. Но пока что, конечно же, будем просто собирать его на ток, отвозить и дожидаться большого спроса. Прям без этого большого спроса я уже ничего не хочу продавать, откровенно говоря. Че это я без фар езжу? Ну, в принципе, я тут уже все знаю, как свои пять пальцев. Любой камешек знаю, где лежит. Так, а вот где я не помню. Кажется, у нас с вами остался этот разбрасыватель где-то среди поля. То ли вот тут где-то, то ли там где-то. Сейчас посмотрим. Кажется, вот здесь я его оставлял последний раз. Вообще-то, конечно же, нужно все привозить во двор, всю технику, иначе потом ищи ее по карте. Естественно, можно просто было бы сейчас зайти, вернуть технику на базу и все. Приехать на базу и там взять. Но так же неинтересно, верно? Так. И, конечно же, в самых тяжелых случаях, когда я вообще забуду, где что я делал, естественно, так и буду делать. Просто вернуть на базу, потом с баз забрать. Да и ближе. Здорово, погнали. Кстати, я говорил в прошлой серии, что нет автомобилей, все спят. Час ночи, никто не спит, вон они все мотаются. Интересно было бы проследить, куда же машина все-таки едет. Но чтобы, как говорится, не нарушать атмосферу этой игры, не будем мы с вами такого делать. Я даже знаю приблизительно, куда она едет, но вам не скажу. Ха-ха. Ха-ха. Я думаю, вы и сами догадались. Окей. Кстати, нам нужно будет не забыть заправить и этот трактор. Бензин расходуется или дизель, что тут у нас на дизеле, пожалуй, трактора. Хоть и говорят, что дизель вроде бы при том же объеме, что и бензиновый трактор, меньше сил у него, да, чем бензиновым. Если я ничего не путаю и не ошибаюсь. И вот как раз то, что я говорил, я поставил мод, попытался в нем разобраться, но, к сожалению, он слишком запутан. Как раз то, что я говорил. Нам нужно с вами самим разбрасывать удобрения и самим ездить комбайном. А с этим модом, если бы в нем, конечно же, разобраться, что да как, там можно было бы напрячь Сидорыча, чтобы он все это делал за нас. Так, поехали. Но благодаря тому, что у нас, вот смотрите, на 36 метров разбрасывает удобрения, я думаю, что это не занимает много времени. Я бы даже сказал, что, ну, не в кайф, конечно, но, по крайней мере, мне интересно. Так, сейчас вот здесь разбросим, я даже не знаю, что будет, если мы с вами по еще не собранному урожаю будем разбрасывать. Будет это считаться, не будет считаться. По идее, должно, а там, кто его знает. Вот сейчас и посмотрим. Так, я вижу, остановился, да, то есть нам нужно сейчас туда подъехать с прицепом. Там, я вижу, чуть-чуть полосу мы с вами допустили. Не обработанную, ну, да ладно, хрен с ним. Прицеп. Забираем, забираем урожай. Неужели с этого мелкого поля будет полный прицеп? Как-то даже неожиданно, но поле-то нельзя сказать, что совсем уж мелкое. Все-таки гектар с лишним покрупнее будет, чем наши те два объединенных. Пятнадцатая и шестнадцатая. Так, давайте, чтобы уж совсем влиться, как говорится, в атмосферу игры. Посмотрим. Как-то вот так. Вот как тут увидишь? А, ну вот, мы видим, да, что ссыпается зерно. Ссыпается зерно из... Я хотел сказать, трубы нет. Мне сказали в комментариях, это шнек, это не труба. Ну, что мне городскому, я думаю, простительно. Похоже на трубу, я и говорю, что труба. А то, что это шнек, на ней же не написано, правильно? По крайней мере, теперь я знаю. И в кроссвордах можно будет писать. Шнек. Труба для комбайна, шнек. Окей, теперь вот здесь, я думаю, хватит бункера, чтобы все это убрать. Короче говоря, отлично. Получается, с этого поля полный прицеп, даже чуть побольше. Это здорово. Это просто здорово. Так, и сейчас... Пожалуй, мы с вами... Прицепчик здесь оставим. А мы посмотрим, как работает наша новая осеялка. Наша новая осеялка кукурузы. Которая выглядит просто каким-то, я не знаю, трансформером настоящим, да? Смотрите. Вот хрен поймешь тут. Че где? Я было вот думал, что здесь подцепляется. Оказывается, нет. Тут вот для ног, тут кто-то залезает, да? Какой-то рабочий и смотрит. Вдаль, куда-нибудь. Как Кутузов прищурил один глаз. А вот тут у нас вроде бы как и не видно, где она здесь цепляется. Но, короче говоря, вот такой вот монстр мы с вами купили. Довольно таки дорого стоит. Посмотрим же, как оно все это действует. Как оно раскладывается. На 7 метров, кажется, она у нас с вами должна разложиться. Естественно, мы сейчас с вами сами все это будем делать. Никому я не хочу поручать. Так. Круто. Я вот думаю, как оно вообще, такая огромная эта селка. Как не понадобился нам противовес побольше. Там есть средний противовес и есть самые крупные в виде бочки. Нереальные. Полторы тонны. Так, смотрим. Что у нас? Включить селку. Разложить селку, да? Раскладываем. Что это у нас получится тут такое? Вот оно. Это я уж, конечно, слишком дал тут заехал. Не такая она уж большая. Это я на все 36 метров, наверное, поставил. Так. Так. Побольше освещения посмотрим. Сложить, включить селку. Включаем. Поехали. Это она сей? Не уверен. Выбрать семена, вызвать, опустить. Ну, естественно, нам же еще опустить ее нужно. Ну, что вы хотели? Новая техника. Новая техника, пока с ней разберешься. Что здесь да как. Иваныч, наверное, ездит на тракторе и ухахатывается. Он также в этом профи. Так, ладно. Опускаем селку. Так. Включаем ее. Едем. Вот. Ну, теперь совсем другое дело. И что мне нравится, что мы можем на скорости 23 км в час. Нифига себе. А было там сказано от 10 до 15. Я даже не знаю. Ха-ха. Ну, по крайней мере, я вижу, что засеялось. Так, давайте, наверное, я сейчас поставлю сюда и запряжем сюда Петровича. Первую мы с вами проезд сделали. Обновили, так сказать, технику, да? Теперь пускай он работает. А я вижу, там наметилась проблемка, стоит комбайн. А нам, как известно, этот комбайн нужен на поле номер 2. Так, сейчас выставляем и посмотрим, интересно, вот с какой скоростью будет ехать Сидорич или Петрович или кто тут у нас. Так, вызываем его и... Да, он едет со скоростью в два раза меньше. 15 км в час. Ну, нам с вами, смотрите, да, не было никаких предупреждений. Здорово. Мы сможем сами с удвоенной, так скажем, скоростью ездить и сами все это дело засаживать. Но не сейчас, так как у нас сегодня много работы. Нам нужно удобрить это поле, нам нужно ехать и убирать урожай на втором поле. Так, комбайн я где-нибудь сейчас здесь поставлю. Выгрузим из него ячмень. Как мы уже с вами решили, в ресторан мы не едем. Ха-ха, праздновать рано еще. Так, ну у нас два трактора заняты, пожалуй, давайте пока что мы попросим Иваныча. Чтобы он где-нибудь покурил в сторонке. А я продолжу с удобрениями. Так, окей. Вот это мне есть желание вот это убрать. Фигня, конечно, понимаю, но не нравится мне. Уберем эту полосу, а то не досчитаемся здесь пару килограмм кукурузы. Как же так? Да и Иваныч замечание может сделать. Скажет, ну вот, наудобрял. Кукурузной севкой не умеет пользоваться, удобрять не умеет. Что это за фермер, в самом деле. Так, нам куда-то вот сюда ставить, да? Чтобы и здесь не накосячить. Оп, нет, 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 нет. Я же не заметил, мы тут с вами уже, вон, сделали удобрение, кусочка этого поля. Поэтому мы можем свободно вот здесь ставить. И тогда последним проходом сделаем полностью все. Последним проходом захватим полностью все поле, да? Отлично. Ну-ка, как это будет выглядеть из кабины? Да никак, не видать нифига. Совершенно. Так. Вот отсюда мы, конечно же, с вами будем возвращать наши инструменты. На базу просто так, телепортом. Потому как сейчас туда ехать, что-нибудь одно отвозить, как-то, конечно же, не с руки. Еще чуть-чуть, оп. И... Поехал дальше у нас уже Иваныч. Покурил? Давай. Дуй. Вот здесь, конечно же, да, вы видите, нам одного трактора не хватает. Третий трактор мы с вами продали Крамер. Из-за его, так скажем, тормознутости совершенно уж. Он и ездит там максимально 21 км в час. Но здесь бы он нам пригодился. Мы бы как-нибудь, да, вот этот вот туда, да, к нашему комбайну прицеп и доставили. А так придется сейчас просто ехать на комбайне. Туда сгружать, а потом вот отсюда уже этот прицеп отправлять на базу телепортом. Ну и пока здесь вот работа ведется, все здорово, все в порядке, мы сейчас с вами едем на поле номер 2. И там будем убирать еще этот самый ячмень. Будем теперь закромородины наполнять. Так. Мы сможем с вами вот таким образом сгрузить? Интересно. Конечно, сможем. Здорово. Отличная штука этот комбайн. Как он мне нравится после нашего старого фара. И как мне сказали, читается это вроде бы как Deutz. Но в немецком я не силен. Как пишется, так и читается, да? По крайней мере, я так пытался читать. Но читается вроде бы как Deutz. Deutz, Deutz так Deutz. Deutz Far. Сколько всего нового мы с вами узнаем. Шнек, Deutz, еще что-нибудь. А также узнаем с вами то, что жизнь фермера не такая интересная и сладкая, как кажется. По крайней мере, мне кажется, Тей из вас, кто когда-нибудь бы задумался, а не сделаться ли мне фермером. Посмотрев этот летсплей, решили, да ну его нафиг. Работы много, а денег нет. Сколько мы полей с вами уже обработали, сколько убрали урожая. Овозы не там, так скажем. Ну да, вот этот вот комбайн купили за 300 с лишним тысяч. Да за 400, чего там? Уж, как говорится, умалять, да? 300 тысяч у нас, 350 стоит комбайн. Плюс жатка, 50 тысяч. Плюс початка-собиратель тоже там, будь здоров. 40 с лишним, ну 50. То есть получается уже 400 тысяч мы с вами истратили. Полмиллиона практически. Плюс всякая новая техника. Короче говоря, где-то 1750 мы с вами заработали на всем этом деле. До миллиона еще. Работать-доработать. Ну-ка, вот отсюда. Ну отсюда совершенно нифига не видать. Как тут что-то можно увидеть? Не представляю. Кстати, там в магазине я видел, продается прицеп. Прицеп, не прицеп. Короче говоря, какая-то фигня, которая позволяет вот эти вот жатки перевозить трактором. Отцепляешь, вцепляешь к трактору и возишь ее с поля на поле. Это нам... Опа! Вот как раз об этом я вам и хотел сказать. Что нам повезло, да? Не повезло. Как раз на вот этом вот участке три автомобиля. Даже не представляю сейчас, что будет, если мы с вами туда заедем. И будет какой-нибудь встречный. Придется тогда этим автомобилем вместо крыши шифер вложить. Так как мы нашей жаткой мощной сдерем любую крышу на любом автомобиле. Уж не говоря о краске. Вот как здесь. Ничего, поехал так. Так что вам не спится, народ? Два часа ночи. Ну ладно, мне понятно, почему не спится. Я тут работаю в пути чела. А вам что не спится? Из ночных клубов вы возвращаетесь, да? Из ресторанов. Я тут, понимаете, вкалываю, деньги зарабатываю, продукты им привожу. Они только все проедают. Фигню несу, да? Как говорит Макс. Но он говорит, немножко пожестче. Окей, давайте смотреть. Что у нас так? Я сейчас выйду, потом посмотрю. Успеваем мы с вами убрать урожай или нет? Может быть, ускорить чуть-чуть время, чтобы уже его убирать не среди ночи, а хотя бы утром. Выйдем сейчас на поле. Как известно, комбайны и тракторы грязи не боятся, да? И теперь взглянем, что тут у нас. Созревание. Созревание у нас буквально вот одна маленькая полосочка созрела, но поле вот уже, короче говоря, скоро созреет. И я хотел посмотреть... Есть, кукуруза. Кукуруза. И тут у нас остался кусочек, но здесь я думаю, что Иваныч там успеет. Успеет обработать, культивировать тот кусочек поля. Так, ну вот здесь можно из кабины посмотреть, что нифига не видать. Вот разве что только вот так. Смотреть, высунувшись куда-то туда непонятно. То ли в одну сторону, то ли вторую. Врагу не пожелаешь, короче говоря, так ездить. Не представляю, как настоящие комбайнеры так ездят. Может там какие камеры стоят, которые выводят на монитор. Чисто интуитивно еду, нифига не видать. Давайте не будем народ смешить. И вот он кусочек поля. Вы только посмотрите, да, вот издержки ускорения времени. Там созрело, там не созрело. Какими-то кусками все это дело непонятными созревает. По крайней мере, хорошо то, что мы с вами не скашиваем тот урожай, который еще не созрел. Так, и вот тут, кажется, тоже у нас там кусочек был каким-то образом созревший. По крайней мере, на карте вроде бы как... Да, вот он. Лоскутами поле созревает. Короче говоря, сейчас мы с вами вот это вот убираем. На этом прощаемся, встретимся уже в следующей серии. И будем убирать наш первый урожай кукурузы. Убирать, а потом, как обычно, будем собирать... Блин, ну как так можно было? А, я все вспомнил. Я вспомнил, почему вот такими вот кусками у нас с вами получилось. Дело в том, что я экспериментировал. Мне посоветовали провести такой эксперимент. Спереди подцепить к трактору культиватор, а сзади подцепить сиелку. Я посмотрел, вроде бы неплохо получалось, а потом перепоручил все это дело Иванычу. Иваныч вот так вот и сделал, да, вот вы видите. Вот такими вот какими-то рваными краями. Но, тем не менее, это получилось в два раза быстрее, чем просто так ездить. С одним культиватором, а потом с одной сиелкой. Ну что же, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok